Андрей Прохоров в сентябре был признан лучшим мастером дробильно-обогатительной фабрики сульфидных руд цеха РОВ горно-обогатительного производства ПАО ММК. Андрей Валерьевич на месте не сидит, у него в подчинении несколько участков. Бывают 12-часовые смены, когда на фитнес-трекере на его руке набегает 30 тысяч шагов. С лучшим мастером пообщалась Юлия Никифорова. Андрей Прохоров пришел работать на дробильно-обогатительную фабрику сульфидных руд в 2005 году. После окончания МГТУ по специальности «Обогащение полезных ископаемых». За 15 лет работы на фабрике Андрей Валерьевич изучил здесь каждый участок. Работал дробильщиком, позже был назначен бригадиром на участках основного производства. Начиная с 2010 года, исполнял обязанности мастера. Год назад Андрея Прохорова в этой должности утвердили – справляется хорошо. Основные производственные задачи трудового коллектива ДОФСР – приемка железной руды и строительного камня, дробление, производство щебня, складирование сырья, транспортировка, отправка руды на склад аглоцеха. Работа кипит непрерывно. Все подразделения фабрики взаимодействуют между собой и задача мастера – организовать слаженную работу коллектива. Стараюсь работать как дома. Качественно подхожу к работе. Не выполнять так, что, например, хватило на пару часов, а потом другая бригада придет и сделает. А стараюсь сделать так, чтобы можно было и другим работать. Когда начинал исполнять обязанности мастера, старался на каждом рабочем месте узнать. В случае, например, когда работник, если заболеет, чтобы я мог кого-то поставить, научить, ну или сам даже постоять какое-то время. Мне здесь все нравится, что здесь мозг не застаивается. Бывают ситуации, которые надо как-то решать, думать, как подойти к этому моменту или к этому моменту. В настоящее время руководству дробильно-обогатительной фабрики сульфидных руд тоже приходится решать сложную производственную задачу. В Аглоцехе сейчас производится плановый ремонт склада железорудных концентратов, куда обычно направляли руду с фабрики. Так что ДОФСР работает напрямую, отправляя железную руду непосредственно в бункера питающие четыре Агломашины Аглофабрики номер два. Андрей Валерьевич рассказывает, что с задачей коллектив справляется, несмотря на то, что нагрузка солидно увеличилась. Нагрузка увеличилась, потому что у нас обычно идет где-то в час, ну тонн сто получается, а сейчас до шестисот выходят. Члены бригады, особенно девушки, говорят про Андрея Прохорова так. Он у нас хороший. Руководство же фабрики доверяет ему решение самых сложных задач. Нагрузка на нем сейчас бригады, бригада в количестве 22-23 человек, в зависимости от того, больные или не болеют. Вот. Ну, я думаю, Андрей Валерьевич мог бы работать на участке за начальником. Андрей Валерьевич – это добросовестный, ответственный работник. Ну, еще он и спортсмен. Он занимается спортом, волейболом, ну, разными видами спорта. Андрея Прохорова, говоря спортивным языком, можно назвать прекрасным командным игроком буквально во всем. Он действительно еще и постоянно участвует в спортивных состязаниях комбината. Буквально две недели назад команда «Цеха РОВ» с его участием заняла первое место в соревнованиях по стритболу. Ну, а по итогам работы в сентябре Андрей Прохоров был признан лучшим мастером дробильно-обогатительной фабрики сульфидных руд.